Добрый вечер. Прошел вебинар, придется смотреть запись. Ну куда ты денешься? Старый Волк. Вот, один из самых выдающихся садов, в котором нет, не так, а то еще зазнаетесь. А я говорю, если ты дальше пойдет, то в 23 веке вас назовут, раньше мы никому не нужны, но вас назовут, одним из выдающихся садоводов врачей. Только вы об этом не узнаете. Вот, получится примерно как в этом самом. Помните, это знаменитая шутка? Этот говорил, кто мне будет играть музыка, а вы ее не услышите. Вот так грустно я и говорю, такая грустная. Так что вы можете не услышать, что вы владеющиеся. Так, Аталов-Северков готов? Готов. Так, вчера был готов. Я не стал его на сайт размещать, мне уже черного на всех не хватит. Но вы-то, у меня как говорится. Андрей, в том году на один по двое корневоотводка дикосливая, в том году на один по двое корневоотводка дикосливая и сувенир Востока и синяя птица, чернослив Козловского, стартовый, все пошли. Привел, ну что я скажу Андрей, волшебник. Будем ждать, чем дело кончится. Вот, мы с вами материст, иначе бы не стали поливать 4 на 1. Мы с вами материст, эти мои сыны, Влад, это прививка наугад. Через пару лет, может, внезапно и не проснуться, если знать, прежде не подводится, гарантий успеха. Ладно, мечтать не вредно, пусть будет без гарантии, пусть будет, это самое, наугад, ну, пусть будет, ладно. Правильно Андрей говорит, не проснуться, может, что угодно. Кто бы мне сказал в свое время, что все, что я сделал, это вообще невозможно. Невозможно, и все. Вот, Елена Тимофеева, Валерий Костянович, если не били деревьев, то как защитить от морозобойных весной, когда днем солнце, ну, никак. Их никто никогда за миллионы лет не защищал, его не защищать. Морозобойные прекрасно обувечатся сами, только когда они появятся, не вздумайте их белить, задним числом, или замазывать чем-то. Под замазкой вот как раз все и гниет. Деревья лечат себя сами, точка. Раны, которые сделаны ножом, ножовкой, секатором. Вот. Эти раны надо лечить. Раны, которые сами самостоятельны, сами по себе, эти раны образовались, сами залечатся. А если нет, значит, не судьба. Вы можете только билять деревья, все испортить. Так, те, кто вас проклял, потом сам выпадут. Да, особо это не проклинает, это просто такая, как сказать, это не то, что я вас проклинаю. Это просто, наверное, обида выражается. Да бог с ними. Бумеранг ударит 10 раз в обратную сторону. Это не люди. Да нет, это нормальные люди. Но вы понимаете, вот человек всю жизнь, у меня самый главный человек, который я сам называю выдавившимся, без кавычек, ненавидел меня страшно. А что, чтобы добиться того, чего я за 10 лет, он потратил 50 лет. А так обидно. Вот так бывает. Вы представляете, как на месте, тут всю жизнь положил этот бак, пришел какую-то выскочку, а у него в друг раз все получилось. Так, не берите близко к сестре, поймут, потом жалко, поздно будет. Виталий Шостак. С солнечной стороны поставьте преграду. Ну что, кстати, Чернобай, вон, это, и нашим, и вашим. Белец, только с солнечной стороны. Но уже все дерево не калечит. Стол, прикрыть шалашик, но треноги из укрывной пленки, не касаясь слова, конечно. Ну, маленький, а когда вы, пяти это, когда вы укроете дерево, которому размером с дом? Вот. Ну, в общем, вообще-то нормально, преграду. Я не подумал об этом. Может, правда, не поленится поставить это. Ну, тогда солнечная сторона не станет его греть морозы, вот что я боюсь. Поэтому ничего идеального не бывает. Можно и преграду поставить, а можно не ставить. За преградой будет тень. А тень это холод, это все-таки Сибирь, все-таки средняя полоса России. Это все-таки, вспомните, мы вспоминали этот, самую, по Астраханской области, вообще Волгу. И 30, и 40, чуть ли не 50 бывает. Страшно вспомнить. А тут еще преграда от солнца. Солнце должно греть. А то, что бывает, перегревает, вы тоже попадайтесь. Приехали, ура, а сейчас позагораю. Коричневый стану. К вечеру температура 40, все-таки сгоревшие. Но поверьте, в дереве так не может быть. Они все-таки, это, не новички, как вы на курорте. Вот. Сильно не обгорят. Симонова, всем здравия. Подскажите, пожалуйста, когда, в каком возрасте лучше пересаживать сельсию на постельное место? Я всегда удивляюсь, когда доморощенные специалисты. Правда, тоже доморощенные. Мне всегда странно. Прям, присаживайте двухлетним возрастом. Я все-таки, почему двухлетний? У меня двухлетний саженец, он уже, может быть, полтора, два, два с полной метра. Бывает и три метра, я вам показывал. Однолетний. Точка. Я противник. Есть такое понятие, пикировка. Но прошло с 19 века, и эти книги писали академики, нет, профессора. Они писали и для стаопических переселинцев, еще тогда. И вот один из способов с тех пор, был такой, вот семечек по севере, так, проходит время, допустим, май, и вдруг пошел рост, и что он показывает там, допустим, семидоли плюс два листика. Вот. И оказывается, в этот момент надо пересаживать. Но как пересаживать? Надо аккуратно выкопать. Вот такой, знаете, даже бывает, где-то рисунки вот тут, на руке вот так держат, маленький вот такой вот саженец. И обязательно отрезать центральный корень. И называется этот способ пересадки пикировка. И якобы вот тут вот пересадишь на постоянное место, и тогда получается, что он как будто бы из нуля, почти с нуля и начал расти. Ура, здорово. Нет, ребята. Я знаю людей, которые так делали. Я так не делал никогда. Вот. И у них массовая гибель. Вот он возьмет 50, чтобы пересадить все 50. За что? Там же написано, что и корень центральный отрезан. И в оливе, пока семья дали, плюс два листика. И должно прекрасно прижиться. А черт из два. Сильно маленький. Это то же самое, что... Ладно, не буду с ребенком сравнивать, с новорожденным. Давайте по-другому. Используется год, пересадка. Двухлетка. Если после первого года... Я вам сколько фотографий показал? Буквально бывают корни целые. Все равно отрезаем полкроны. Должен быть запас, чтобы выкормить. Но это ладно. Но проходит еще год. А вы не успели. Мало ли. И вам посоветую. Двухлетку. Но корней стало так, что уже лопата, уже не берет. То есть она не может все вот так вот раз. И начинаются рубиться корни. Рубятся и рубятся. Тогда он еще хуже приживается, если не трогать крону. Или уже тогда крону не половина надо отрезать, а три четверти надо. Пожелезово. А зачем это надо? Он уже лишний год рос на новом месте. И прижился пока маленький. А тут лишний год рос, а потом к искалеченной пересаде. В общем, поняли. Все эти советы дурацкие, двухлеткие. А они прямо, они сами наверняка ничего никогда не садили. Передирать друг у друга. Ради этих лайков. Так. Шалаши когда поставить? Осенью, весной у нас не помню. Ну, если собираете ставить, то где-нибудь, наверное, в марте. Это если ставить. Хотя я ничего не делаю, вроде бы это. Я не знаю, как те, кто нас учат, где их сады, я не знаю. Но я вроде бы ничего не делаю, а сад есть. Спасибо за тем, что познакомили меня с моими ненамышленниками. Подарил Сергея с Калужской области Костки Хасанского, Весинского. Вот. Ну, еще один этот, как это называется? Бессребренник. Вот. Подарили Костки Хасанского, Весинского. После беседы понял, что отдаю правильную руку. Уверен, что из 170 Костек он вырастет в персиковый сад. У него будет много тем для доброго искусства. Единственное, что скажу. Вот он, Сергей с Калужской области. Я очень надеюсь. Моя мечта-то какая. Вся Россия не только в абрикосах. Что, в общем-то, легко. Просто никто не знает, как это делать. Но и в персиках. Хасанский, Весинский, самые растительные персики в мире. Без уходить даже. Даже в ваших краях. Вот Калуге. Или у вас, в Брянской области. Но, хотелось бы, что когда Сергей, помня, что вы ему подарили 117 Костек, вырастив сад, и когда у него будет тысячи, 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 косточек, останется такой же, такой же, как вы. Может быть, с самого начала ему понравился. Может быть, ему надо было так показаться таким. Другое дело, я хочу, чтобы доброго так шло из рук в руки, из рук в руки. Вы думаете, я только торгаш? Вот. А мы с Олегом в одной крови. Получается, хотелось бы, чтобы Сергей такой же был, когда у него будет чем делиться. Так, Виталий Шостак. От солнца, отражённая, от снега, мороза, бойна, от земли, 30 сантиметров, и до развилки. Ой, всё я скажу, гражданин Шостак. Так, Владислав, здравствуйте. Пробовали бы вырастить другие сорта орехов, кроме манджурского. Например, серый, чёрный, сердцевидный. Ваши манджурские орехи посадил весной. Хочется ещё что-то попробовать. Это не ко мне. Я знаю, что где-то, по-моему, где-то, где-то, где-то. Есть такой Васин. Мы все переписывались. Замечательный садовод, специалист по орехоплодам. Кажется, в какой же области-то. Почти Подмосковье. Тульское, кажется. Найдёте его в интернете. Васин, орехи, грецкие. Вот. Больше никого не знаю. Сами другими орехами не занимался, кроме фундука.